И первый фестиваль, который проходил на территории Пензенского государственного университета, и на территории Государственного Лермонского музея-заповедника Тарханы, и второй. Это событие не только для Сурского края, это событие для России, это событие, может быть, я не побоюсь сказать, мирового уровня, потому что День Единения Русских во всем мире поддержан 24 странами мира, то есть это и Армения, и Израиль, и Соединенные Штаты, и Литва, и Эстония, то есть все страны, которые сегодня должны знать, что в России есть такие праздники, что в России есть такие фестивали, потому что сегодня еще праздник Пресвятой Богородицы. С праздником вас, дорогие друзья! И нам очень приятно, что инициатором проведения и первого и второго фестиваля «Жар птица» стал Пензенский государственный университет. Но нас поддержали все, и Управление культуры архива города Пензы, и Управление культуры города Пензы, конечно же, и правительство, и законодательное собрание Пензенской области. Что самое отрадное, нас поддержал лично митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. И все, что сегодня происходит, происходит с вашего благословения. Мы просим вас подняться на сцену. Дорогие друзья, я рад всех вас приветствовать. В этот день в Государственном музее-заповеднике Тарханы в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и в День Единения Русского Народа. И этот день, хочу вам напомнить, выбран не случайно. Потому что День Рождества Пресвятой Богородицы это День Победы на Куликовом Поле. И есть такое образное сравнение историков о том, что на Куликово Поле пришли разные народы, разные племена, разные княжества, а с Куликового Поля ушел единый русский народ. И поэтому сегодняшний праздник Единения Русского Народа тесно, очень и промыслительно связан с победой на Куликовом Поле, с освобождением от долгого продолжительного ига, под которым находилось наше государство, а самое главное объединение русских земель вокруг Московского княжества. И я думаю, что самобытность нашей культуры, самобытность вообще устройства нашего государства, оно безусловно должно быть подчеркнуто не только в этот день. Я уверен, что, конечно, целью проводимых мероприятий прежде всего является то, чтобы в нашем сознании, в нашей русской душе вновь проснулись те нотки древности русской, русской культуры, которые в ком-то еще спят, в ком-то уже пробуждаются, а в ком-то, кто перед нами сегодня выступает, и кто организовал этот фестиваль, они живут, царствуют, они действительно обогащают душу всех тех, кто встречается на их пути. Поэтому и желаю сегодня всем вам, чтобы мы вновь и вновь обогатились глубокой, великой русской культурой, в помощи Божией всем участникам фестиваля и низкие поклоны и благодарность организаторам и прежде всего, конечно, Пензенскому государственному университету за это великое дело, которое делается уже второй раз и, надеюсь, будет теперь уже ежегодным. Храним всех вас Господь!